Всем привет! Наступил очередной сезон тонировок и немножко хочу рассказать о том, как сделать мыльный раствор для тонирования автомобиля. Как проверить мыльность раствора на кусочки пленки. Достаточно часто поступает ко мне такой вопрос, поэтому решил снять небольшое видео. У меня в баллоне осталось немного жидкости, немного раствора. Есть какое-то давление в баллоне. Можно баллон просто открутить, стравить давление с него, либо переворачиваем его вверх ногами, нажимаем кнопочку и самостоятельно происходит стравливание воздуха с баллона. Вот он шипит, воздух идет, но уже не брызгает. Тот мыльный раствор, который был в трубочке, вот он вылился наружу и теперь уже ничего нету, только воздух идет. Вот бульки. Все, давление с баллона стравлено, откручиваем. Вот видим, что был в нем мыльный раствор. Теперь необходимо добавить воды и жидкого мыла. Так, у меня баллон на 1,25 литра. Объем небольшой, наливаю воду. Воду ношу в таких баклажках, она тут отстаивается в них и потом я наливаю. Налил, вот почти полный, вот столько воды у меня. Чуть больше, чем маркер стоит, то есть выше. При тонировке, используя жидкое мыло, можно также использовать шампунь. Мыльность того или иного продукта бывает разная. Поэтому, если я сейчас налью 50 грамм жидкого мыла, то это не говорит о том, что это норма и вы также будете наливать 50 грамм и вам этого будет достаточно. Опытным путем нужно научиться понимать, насколько необходимо делать мыльный раствор. Если вы пользуетесь одним и тем же производителем, используете один и тот же баллон, вы приспособитесь к той консистенции, которая необходима для тонировки. Сейчас, скажем так, я долил воду в баллон, но не доливал жидкого мыла. И хочу на стекле вам показать достаточно уже этого мыльного раствора, который здесь получился или нет. После того, как вы добавили, скажем, жидкого мыла в баллон, необходимо его перемешать. Я пока не добавлял, но так на всякий случай перемешают то, что есть в баллоне. Возьму мочалку, дворник и снаружи стекла вам покажу. Автомобиль приехал немного грязный, поэтому необходимо протереть стекло снаружи. Вот накачал давление баллон, теперь наношу, смачиваю стекло, протираю дворником. Еще раз берем остатки песка. Итак, стекло практически сухое, вот ничего не елозится. Наносим раствор и проверяем, насколько он мылится. Вот видим, что при размыливании раствора мочалкой раствор у нас пенится. Такая пенка должна у вас образовываться, когда вы растираете мочалкой нанесенный раствор на стекло. Вот я взял второй баллон, у меня в нем просто вода находится. Я помыл мочалку и просто побрызгал водой на стекло. И видим, что у нас как бы ничего практически тут не появляется. Если на такую поверхность мы будем наносить пленку, то она у нас просто приклеится к стеклу. Поэтому необходимо раствор сделать более жирнее, скажем, мыльнее, чтобы пленка по стеклу скользила. Я натираю, растираю мыльный раствор, но не сильно жирный раствор такой-то. Пенка есть как бы, но когда вы будете просто смывать стекло, мы его протерли, просто... Я нанес мыльный раствор, но видим, что пенка такая не сильно густая, реденькая и быстро стекает со стекла, то есть на нем как бы не задерживается. Поэтому необходимо мыло добавить в раствор. Мы постояли буквально тут несколько секунд и вот уже сверху практически ничего не осталось. Рукой по элозе не сильно скользит оно. Скользит, как бы есть тут мыло в растворе, но его недостаточно. Стравливая опять давление, добавляю жидкого мыла. Добавил миллилитров 50, может быть, мыльным. Смываем то, что у нас было. Так, ну, вот мне вот такой раствор уже больше нравится, чем предыдущий. То есть достаточно мыльный. Рукой ощущается мыло, то есть скользят пальцы, не просто там прилипают, а скользят. Растираю морщалкой. Так, ну вот видим, что пенка у нас достаточно такая густая уже. Видите, она как бы удерживается на стекле, не течет, ее видно. После того, как я растер мыльный раствор, я потом стекло брею изнутри лезвием. И вот когда в том месте, где вы побрили, видно разницу, пропустили вы где-то, пока брили или нет. Если бы он у вас сейчас стек, ну, просто водой вы побрызгали там, то потом непонятно, прошли вы в этом месте уже лезвием или нет. А так вот, лезвием берем, бреем и все видно, где вы прошли лезвием, где не прошли. На ощупь должен быть раствор мыльный. По поводу стекол, стекла опять-таки бывают разные. В автомобилях популярных, те, что недорогого сегмента, то там идут обычные каленые стекла. В иномарках, которые премиум класса, стекла идут полированные. К ним пленка очень быстро прилипает. То есть, вы ее только притулили к стеклу и она уже местами приклеивается. То есть, там, где стекла полированные, желательно раствор делать более мыльным. Также на приклеиваемость пленки к стеклу влияет такая у вас температура в помещении. То есть, чем жарче, тем пленка приклеивается к стеклу быстрее. Поэтому этот фактор тоже нужно учитывать. Я когда клею, летом особенно, температура в помещении достигает до 35 градусов. То есть, и большая влажность при поклейке, потому что везде все в воде. Прилипает пленка достаточно быстро к стеклу. Хочу вам показать еще, как проверить мыльность раствора на кусочки пленки. Смачиваю стекло обычной водой. Еще раз напоминаю, что пленка клеится изнутри автомобиля. Сейчас для удобства монтажа видео и для наглядности я вам показываю все снаружи. Отдираю наружный слой защитный. И вот я вам показал, я нанес обычную воду на стекло. Теперь вот притулил пленку и видим, что ток опустил, она уже приклеивается. Будет это большой кусок, понятно, его будет тяжелее. Сейчас видите, все приклеился. Протираем. Вам при нанесении пленки необходимо ее еще подвинуть вправо-влево, выставить там верхушку, там сюда, чтобы зашло, туда равномерно распределить. Подготовленный мыльный раствор наносим опять-таки на стекло. Используем этот же кусочек. Вот он у меня на стекле, как видим, он у нас перемещается. Жидкость стекает, поэтому чем дольше мы это делаем, тем труднее его становится перемещать по стеклу. Если сделать более жирный раствор, тогда у вас, скажем, больше времени на то, чтобы пленку выставить на стекле. По себе приспособиться, то есть насколько вы быстро умеете все это делать, нанести, разровнять ее. Прошло время, видите, а пленка продолжает еще двигаться. Понятно, если я ее сейчас прикатаю, скажем, сделал движение, выгнал жидкость под пленки, то ее еще можно как бы двигать, но уже тяжелее. Если бы это была просто вода, тогда бы вы эту операцию уже не сделали. Если вы сделаете сильно мыльный раствор, то в принципе в этом страшного ничего нет. Единственное только, что первоначальная пленка будет сползать со стекла очень быстро, поэтому ее нужно хорошенько подсушить. Скажем, я обычно верхушку сушу, если верхушка уже приклеилась, тогда пленка уже никуда у вас не сползет. Если у вас стекло как бы сферическое, тогда необходимо нужно будет еще убрать все стрелочки, которые будут появляться. То есть теоретически вы в этих местах подсушите пленку еще и снизу, и тогда она вас точно никуда не денется. После того, как все высохнет, то есть в принципе будет держаться точно так же, как если пленку приклеить просто вот на сухую, скажем. Демонстрирую, брызгаю просто водой. Опять-таки этот же кусочек, то есть вот видим мы, движение. Она у нас движется, потому что есть влага. Теперь я делаю точно такое же движение, как перед этим делал. Еще движется, но тяжеловато уже. Вот она уже слышно репит, то есть вот это говорит о том, что пленка уже начала приклеиваться к стеклу. Если такие движения у вас будут раздаваться, то в этот момент клевая основа пленки может начинать размазываться. Вот видно, такое матовое состояние, это вот размазанный клей на пленке. Надеюсь, для многих данный ролик был полезным. Кто для себя подчеркнул чего-то нового, ставим палец вверх. Кто не успел подписаться, подписываемся. Ну а я и дальше буду стараться снимать полезные для вас видеоролики. На сегодня все, пока, до новых встреч!